всем привет маткульт привет физкульт привет лыжный привет музыкальный привет короче сегодня я хочу вам рассказать о том какой математикой занимаются в как это сказать в самых сакральных местах школах типа 179 57 239 но в общем вот в таких школах где потом получаются там международники победители всего и вся заполняют собой к сожалению правда не только россию но и всю планету но с другой стороны в назидание всяким другим народом чтобы всюду наши самые умные да везде были всех как бы нагибали очень сильно своим видом так это ладно это такой ватниковский прогон а сейчас значит мы переходим к листочкам с заданиями которые мой сын мишка который здесь бывал уже несколько раз получал начиная седьмого класса когда поступил в 179 школу хочу просто всех широкую почтенную публику познакомить с некоторым количеством задач вот например задача из листочка номер один геометрическое суммирование да в этом в этом ролике разборов не будут будут только задания вот в этом листочке есть замечательные задания связанные с подсчетом разных выражений геометрическим методом вот например есть такая таблица умножения пифагора что это такое но это когда берется просто количество клеточек да вот один потом два в ряду так далее там вот например здесь 7 клеточек в ряду вот и здесь тоже с этой стороны тоже в начале один потом два вот ну допустим заканчиваем на 7 вот тут где-то 5 клеточек в ряду ну и вот на пересечении вот такой и вот такой а результат как раз пятью семь да и очень легко ребенку объяснить почему 5 7 35 ты могу считай вот и мишу и светлану школу вот мишенька самый старший светочка сейчас третьем классе учатся я именно так учил то есть я им рисовал тот таблицу гол считай сколько здесь клеточек да ну это и есть 7 по определению что о 35 отлично ну и вот такая таблица значит умножение называется таблицей умножения пифагора и на основании этой таблицы вывести формулу для суммы кубов ну вот данном случае до 7 в кубе но понятно что можно распространить до n в кубе согласно соответствующей схеме то есть увидеть каким-то образом вот здесь вот ну по маленькую подсказку все таки я дам что суммы кубов будет как раз количество клеточек в этой таблице все больше подсказывать не буду разбор в другой раз вот это вот такая задачка а в листочке номер 1 геометрическое суммирование так пролистываем в листочке номер 2 есть две интереснейшие задачи просто интереснейшие задачи ну асанда и все красивые называется принцип деревье а принцип деревья заключается в том что 13 кроликов 12 значит клеток не засадить и на удивление много красивых и сложных задач на этом простом принципе основана а вот значит иногда бывает так что бесконечно количество кроликов нужно в конечно число клеток и тоже это невозможно значит какой-то клетки есть бесконечное число кроликов Ну, в общем, там самые разные вариации. Но я хочу дать из этого листочка две задачи вам. Задача 13. Она очень жесткая. Я ее реально, я помню, что мне ее Мишка сообщил, это она у него появилась еще до 179 на какой-то Олимпиаде, и он ее решил. Но вот пока он мне ее сообщал, еще у меня было какое-то время подумать, что-то я как бы не успел ничего придумать, он просто потом мне рассказал решение. В общем, задача такая, задача заковырка, это типа Олимпиады за какой-то шестой класс. Олимпиады такая, задача такая. Можно ли 100 гирь, 100 гирь, массами 1, 2, так далее, 100, совсем маленькая, вдвое больше, трое больше, самое маленькое, 4, 5, так далее, до 100. Разложить на 10 кучек разной массы, так, чтобы выполнялось условие. 10 кучек разной массы, да? Разные массы. М1, М2, М10. Строго, соответственно, упорядоченных. Это я уже как бы начинаю решать, но дальше я остановлюсь, вы решать будете уже сами. Так, чтобы выполнялось дополнительное условие. Чем тяжелее куча, тем меньше в ней гирь. Вот такой условий. Можно или нельзя? Если можно, приведите как именно, если нельзя, строго докажите. Между прочим, отголоски этой задачи попали в межнар этого года. Там было 4 иен каких-то разрисованных камней разных цветов. В общем, там было что? Я не помню сейчас условия наизусть. У Макса, у Максима Олеговича Коваля, наш Школкова, ее разбирает непревзойденный в этом деле Дима Белов. Гораздо более крутой олимпиадник, чем я. Он разбирает все 6 задач. Очень увлекательно. Я прям даже, несмотря на свой график плотный, я полностью разбор этот посмотрел. Правда, на удвоенной скорости, как я обычно делаю с математическими роликами школьного уровня. Смотрю их на удвоенной скорости. Вот. Решайте. Давайте. Вперед. А из того же листочка задачи номер 15 очень похоже на ЕГЭшные задачи номер 19. Это напоминает 7 класс всего лишь. А задача такая. На складе имеется несколько ящиков общей массы 10 тонн. Несколько. Причем масса каждого не превосходит тонны. Это вот типа 19-й. Да. Масса каждого меньше или равно 1 тонны. Какое наименьшее количество трех тоннок нужно заказать, чтобы точно суметь вывести их все за один раз? Трех тоннок. Это значит, машина пригоняется туда, нельзя больше трех тонн засунуть. Ну, так как бы, ну, сразу понятно, да, у нас канал не для инвалидов, да, не для пара олимпиад по математике. Поэтому сразу понятно, что ответ не будет тривиальным. Это не будет ответ, что их достаточно четырех. Вот. А вот почему и чего на самом деле достаточно, вот это я предлагаю вам самим подумать. Там очень такое, как бы, очень, ну, идея, ну, хитрая идея, на самом деле, да, хитрая идейка. Вот. Понятно, что ящики нельзя разрезать, это задача дискретная. Ну, вот такая, как бы, задача на подготовку к задаче номер 19 в ЕГЭшниках. Еще раз, да, повторю. На складе имеется несколько ящиков общей массы 10 тонн. Причем масса каждого не превосходит одной тонны. Может быть, их огромное количество маленьких, а может быть, там, не очень большое количество. Вот. Ну, понятно, что их не меньше 10, да, иначе бы условия про массу каждого не было выполнено. Какое наименьшее количество трех тоннок, то есть машин вместимости не более трех тонн, нужно заказать, чтобы точно суметь вывести их все за один раз. Сколько? Так. Еще, наверное, парочку задач дам. Сейчас посмотрим. Тут есть еще очень прикольные, где-то там про 30 школьников, ну, по крайней мере, ее я точно дам. Вот. Про 30 школьников я дам обязательно. Ну, да, на этом, да, на 30 школьниках мы и ограничимся. Вот. Принцип Дерехле. Задачи посложнее, называется он. Задачи посложнее. Задача 6. Поход, пошло 30 школьников. Оказалось, что среди любых 10 из них 30 школьников поход. Ну, поход это не важно, но, в общем, да. 30 школьников есть. Среди любых 10 из 30, среди любых 10, обязательно найдется трое одноклассников. Существует трое, как минимум, трое одноклассников. Ну, то есть мы перебираем вот такое вот большое-большое толстое нож, что всех десяток. Сейс 30 по 10. И в каждом случае оказывается, что есть какие-то трое одноклассников среди выбранных нами 10. Внезапно надо доказать, что в походе в этом, то есть среди этих 30, есть минимум 8 одноклассников. Минимум 8. Вот тот, кто даже способен понять формулировку этой задачи, тот уже пришибленный математикой навсегда. Многие взрослые, которым я это формулировал, они просто не могли начать решать, потому что они не понимали, что происходит, где кого, откуда выбирают, что именно доказывают, какие-то 80, что-то, где-то, ну как 8, а вот их же 30, ну из одного класса. Ну нам же скажут, что всего трое. Ну то есть начинается полная вот путаница, как бы голова не настроена на математические рассуждения, и это кранты. То есть еще раз, 30 школьников пошли в поход. Любая, любые 10 из них содержат как минимум троих одноклассников. Доказать, что среди этих 30, на самом деле есть 8 человек, из одного класса или более. Ну вот попробуйте решить. Не, я решил, конечно, ну просто не то, чтобы прямо через минуту решил. То есть там от последнего перебора, да, здесь можно сделать полностью без перебора, и от последнего перебора я ушел совсем уж недавно, когда еще раз переосмысливал то решение, которое у меня было в уме, сделано, ну как бы, которое я имел в виду. Вот так вот. В общем, задача очень красивая, решение нетривиальное, оно как бы недостаточно нужно вот провести, понимаете, так кажется, что вот сейчас мы, ну допустим, нет, тогда, тогда, наверное, то-то, 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 и тогда вот эти 10, ну понятно, да, вот что-то такое. Но не работает, потому что нужно перебирать все варианты, если вы доказываете от противного, что, ну в принципе, намекаю, что так и надо будет делать, вам нужно все варианты, которые могут возникнуть от противного, не только придумать для себя какой-то, который вы назовете самым невыгодным для задачи и доказать в нем. Это ни о чем не говорит, да, худший случай, так называемый, да, как в младших школах, там, рассмотрите худший случай, да, рассмотрите, но потом докажите, что он худший, сформулируйте точный смысл этих слов, что он худший, ну и вообще полностью проведите стопроцентно безупречное логическое рассуждение. Вперед! Вперед! Маткульт вперед! Маткульт вперед! Короче, Маткульт привет всем, думайте над задачами. Маткульт вперед!